Пытаемся выбить с себя машину, пока без результата. Общее настроение перед гонкой. Есть запал? Запал, настроение, всё есть. Будем переживать за кого? За команду СМП «Рейсинг», Россия, естественно. Я очень хочу в этот раз услышать российский гимн. Новая российская машина с российскими пилотами. Она мне дышит на ухо. Вот он день Икс. Напряжение нарастает и через несколько мгновений начнётся гонка, результат которой определят везение, погода, выдержка, профессионализм, сплочённая работа, командная тактика. И этот список можно продолжать до бесконечности. Каждое звено этой огромной цепочки должно быть настолько прочным, насколько это возможно. Иначе, впрочем, про одно звено, пока не взмахнули флагом, а на светофоре не загорели зелёные сигналы, я вам совсем не рассказал. Давайте, пока пилоты получают напутствие перед гонкой, перенесёмся назад и посмотрим, какие страсти кипят в команде. Каждой уважающей себя команде, помимо зоны, где обслуживаются сами автомобили, есть и кузовной цех. Да, вы не ослышались, именно кузовной цех, где вот ребята колдуют над аэродинамическим обвесом автомобиля. Причём аэродинамические обвесы повреждаются не всегда из-за контакта с другими автомобилями. Очень часто пилоты неаккуратно атакуют высокий поребрик, после чего происходит где-то трещина, где-то раскол. И вот ребятам приходится трудиться для того, чтобы подогнать и изготовить нужные детали из карбона. На самом деле очень кропотливый труд, и я думаю, что эти специалисты очень сильно расстроятся, если уже в следующем заезде гонщик вновь небрежно будет атаковать высокий поребрик. Да, такая гонка требует очень много комплектов покрышек. Команде СМП Рейтинг об этом знают, и поэтому подготовились. Приятно видеть слики, хотя есть и дождевая резина. Всё-таки надеюсь, что гонка пройдёт сухой, хотя с другой стороны. Дождь – это же своего рода инструмент для перемешивания всех карт. Какой узел в сверхбыстром автомобиле должен работать безупречно? Разумеется, это тормоза. И вот здесь тормоза, здесь тормоза. Ребята готовят эти очень сложные узлы к тому, чтобы они выдерживали колоссальные нагрузки все 24 часа. Но эти парни знают своё дело, и поэтому, я думаю, всё у команды СМП Рейтинг будет хорошо. К сожалению, снимать сами автомобили, когда они находятся в боксе, а их моторный отсек оголён, строго-настрого запрещено. Поэтому добыть сочные кадры во время обслуживания автомобиля не представляется возможным. Да и машины уже на стартовой прямой. Поэтому вернёмся и мы, назад в будущее, и пожелаем удачи нашим пилотам, и спросим, какой у них настрой. Егор, ну как настроение, как настрой? Ты уже здесь, обратного пути нет. Я тут был уже неделю назад, поэтому привык пока что. Не, настрой отличный, боевой. Думаю, спокойно начнём и будем пытаться улучшить позиции как минимум. Кто у вас стартует первым? У нас первым стартует Стефан Саразан, опытный. Так как мы в Лимане первый раз, и как бы общим решением быстро сошлись на том, что надо дать человеку, который уже, по-моему, 16 раз стартовал в этой гонке, начинать. Поэтому ему, наверное, самое ответственное задание – хорошо стартовать. Так, второй кто поедет? Второй поеду я. Так, отлично. Ну и завершать будет мотивация. И дальше ротация такая же будет, да? Пока что по кругу, но как пойдёт, не знаю. Я желаю удачи в гонке. Давай, собрались, победили. Кстати, на стартовой решётке пилоты получали напутствие и от основателей. Руководителя программы развития российского автоспорта «СМП Рейсинг» Бориса Романовича Ротенберга, который предстал перед пилотами в очень интересном обличии. Борис Романович, как настроение? Вы в боевом параде? Я, чтобы быть вместе с командой, немножко поддержать их, чтобы передавать. У меня такое предстартовое настроение, как всегда, как в любом виде спорта. Оно мобилизует и даёт больше концентрации, поэтому я немножко с командой нахожусь. Ну, как вы им сказали? Что вы им сказали? Вот был же разговор. Я сделал разговор, что здесь ничего говорить не надо, они все профессионалы. Здесь надо, чтобы они успокоились, не было такого... Они всё знают. Главное, чтобы машина не подвела. Пилоты у нас супер. Команда хорошая. Все как единый кулак. Хоть и в разных машинах, мы все одна единая команда. Поэтому будем надеяться на лучшее. Настроение по стабальной шкале. Сколько у вас сейчас? Настроение у нас, если взять десятибальную систему... Десятибальную давайте. Десятибальную, то у нас на 11 тогда настроение. Ну, а там уже, как говорится, всё будет в руках Божьих. Поэтому будем надеяться, что машина нас не подведет. Удачи желаем. Спасибо. Всё, удачи. Спасибо. Прекрасная девушка держит российский триколор. Я надеюсь, что через 24 часа мы услышим российский гимн и увидим этот флаг на высшей ступени подиума. Будем в это верить. Всё, разговоры в сторону. Считанные минуты и ста. Гимн, самолёты, вертолёты. Вся эта официальная часть осталась позади. Впереди горки, битстопы, смены пилотов и нешуточная борьба. Ведь каждый, вышедший на старт, хочет в итоге оказаться под душем из шампанского. Иначе это всё не имеет никакого смысла. Ну всё, гоночные автомобили выехали на прогревочный круг, а мы бежим занимать место в первом повороте, чтобы постараться снять старт. Разумеется, таких умных, как мы, сотни, если не тысячи. Выдохнули. Старт. Первые повороты. Разлетающиеся карбоновые фрагменты. Но все российские экипажи справились с этим накалом страстей и вышли сухими из этих гоночных инцидентов. Кстати, по поводу сухих. Что я говорил? Спустя 20 минут после начала гонки пошёл дождь. Он пока мелкий, но сейчас. Я не знаю, как, естественно, это отреагируют гонщики. Но здесь, например, дождь может идти. Через 500 метров его может не быть, а на другом конце трассы и вовсе может светить солнце. Посмотрим, как гонщики отреагируют и будут ли они менять свою тактику. Тактику свою никто менять не стал. И раскалённое полотно трассы сразу же испаряло долетающие капли. Хотя были моменты, когда казалось, всё, нужно переобуваться. Но нет, пока официально сухо. Ну а спустя полчаса после начала гонки можно сделать промежуточный итог. Наши экипажи отыграли несколько позиций и в гонке. А значит, можно прогуляться по фан-зонам автодрома. Тем более, после потерпевшего фиаско дождя выглянуло солнце. Французы поют гимн. Но дело тут абсолютно не в Лимане. Просто в России идёт чемпионат мира по футболу. И в данный момент начинается матч Франция-Австралия. Кстати, в рамках Лимана нередко стали мировые презентации, которые проводят автомобильные производители. И, к слову, Лиман 2018 года не стал исключением. Фанаты BMW ликуют. Здесь на легендарной гонке состоялась презентация нового поколения легендарной BMW 8-й серии. Вы, наверное, не слышите особой радости в моём голосе. А знаете почему? А вот потому, что предыдущая восьмёрка, которую прекратили выпускать в начале 90-х годов, она была классная. Она была красивая. Да если сейчас на этот автомобиль посмотреть, ну он супер выглядит. Автомобиль вне времени. Вот эти слепые фары открывающиеся. Ну, фантастика. А эта новая BMW 8-ка, ну что, она похожа на другие нынешние модели BMW. Ну, нет в ней изюминки. Удивительно, но несмотря на все слухи о возможном банкротстве и ошибочной бизнес-модели американского магната Илона Маска, на каждом, даже маломальском автомобильном европейском мероприятии обязательно присутствует стенд компании Tesla. Разумеется, Лиман не стал исключением. И вот здесь две модели. Модель S и Model X. И вот, посмотрите, ребята-европейцы разглядывают подкапотное пространство, рассматривают мотор. Он такой интересный здесь. Они спорят сейчас по поводу того, V8 это или V12. Ну, европейцы еще плохо знакомы с Теслой, хотя и наши тоже. Ну и куда же без официального магазина с сувенирной продукцией? Причем здесь он не один. Их очень много. Официальный магазин сувенирной продукции Лимана. Зайти пока нельзя. О, все, теперь можно. Потому что людей здесь очень много. Сразу смотрим, что нас интересует. Допустим, футболочка. Хорошее качество, хорошая цена. Ну, прям хочется что-нибудь купить. Отсюда нужно что-то увозить. Но сюда нужно привозить большой кошелек. Кепочку можно. 26 евро. Футболочка 35 евро. Вот это может быть. Что это такое? Железочка какая-то. Без цены. Без ценна она. Ну, а для прям фанатов-фанатов легендарной гонки есть точки, где можно купить картины, фотографии, автографы. Чувствуется, что фанатское движение здесь на таком высоком уровне, что на каждую позицию обязательно найдется свой покупатель. О, и вы здесь. Смотрите, какая замечательная свежая картина 2018 года. Это болид БР-01, буквально летящий над трассой. Это кто у нас? Сырозан, Аруджев и Саакян. Я бы купил себе такую картину в коллекцию. Сколько стоит? 1190 евро. Прогулка по фан-зонам оказалась долгой. Я совсем выпал из информационного поля. Поэтому, чтобы обогатиться знаниями о происходящем на трассе, я вернулся в пресс-центр. И, кстати, о нем. Здесь, на Лимане, жизнь кипит не только на трассе, и в фан-зоне. Вы посмотрите, что творится в пресс-центре. Здесь сотни журналистов со всего мира, которые каждый час отправляют в свои редакции терабайты фото, видео и текстовой информации. Для того, чтобы получить здесь место, нужно приехать задолго до начала самого Лимана, аккредитоваться, и тогда, может быть, если вам повезет, вам выдадут именное место. Можно даже разместить здесь свою фотографию, чтобы все знали, кто здесь сидит. В пресс-центре я узнал несколько новостей. По традиции были новости как хорошие, так и не очень. Хорошая новость. Спустя несколько часов после старта экипаж под номером 17 занимал твердую третью позицию. И никто из соперников позади не претендовал на это высокое место. Ну и две заводские гибридные Тойоты уехали далеко вперед, поэтому рассчитывать на более высокое место можно было только в случае, если у заводчан что-то пойдет не так. К слову, а что-то пошло не так, вторая плохая новость. Звездный экипаж под номером 11 был вынужден отправиться на ремонт из-за отказа датчика, который был спрятан глубоко в недрах двигателя. Прототип БР-1 потерял мощность и оказался в руках хирургов-мотористов. Теперь возвращение прототипа в бой в их руках. Уже глубокая ночь, но мне кажется, людей становится все больше и больше на треке. Правда, сейчас в гонке что-то произошло, и здесь, на последнем участке, рядом с которым я нахожусь, участники едут очень и очень медленно. Хотя вот я смотрю, режимы с Эйфи Тикар не объявлены, я просто не понимаю, что произошло, но все здесь еле плетутся. Может быть, кто-то вылетел? Непонятно. Спустя мгновение все стало понятно, и, к сожалению, это были плохие новости для команды СМП Рейсинг и всех нас, переживающих. Спорт-прототип под номером 17 под управлением Мотивоса Исаакяна вылетел с трассы. На этом можно было бы поставить точку, но дальше события развивались, как в настоящем экшн-фильме. Хотя для кого-то это был просто хоррор. Прототип БР-1 при ударе получил повреждения задней части, его эвакуировали с трассы, но Мотивос принял решение частично исправить повреждения прямо на трассе и дотянуть до боксов, чтобы механики вернули машину в бой. И в теории это было бы вполне возможно. Для этого он приложил все усилия. Мотивос с трудом скинул поврежденный кожух с двигателя, вернулся за руль прототипа, начал движение, и вот, казалось бы, можно уже радоваться возможному возвращению призовой машины в борьбу, но нет. Искры, пожар, моргающий индикатор аварийных режимов, разводящий руками Мотивос, и это официально все. Экипаж под номером 17 выбывает из гонки. Разумеется, после таких новостей мы отправились передохнуть, зарядить аккумуляторы и подготовиться к новому дню, ведь гонка-то еще продолжается. В бою два экипажа СМП Рейсинг один в классе ЛМП-1, а второй в ЛМП-2. Но все же утром мы решили пообщаться с главным участником ночных событий и узнать у него, что же там произошло. Произошло, скорее всего, я был просто немного, но быстрее, и машина на кочке сорвала, а скорость там по 270, и когда машина срывает на 270, когда ты полностью на одном боке едешь. Спасти ее было невозможно. И что он проорганизировал, ну, скорее всего, просто был немножко побыстрее, чем надо было. Я ожидал от машины такой реакции, которая она была, потому что до этого я такого поведения не был. Ты мне скажи, в команде нормально с пониманием отнестись к этому? То есть не было такого? Ну, конечно, отнестись с пониманием, но у нас до сих пор нету никакой даты, то есть мы не можем посмотреть и понять причины, опять же, это гонки, всякое может быть. Первый для меня лиман, естественно. Ну, да, это не стоило ошибки, но это бывает. В следующий раз не допустишь, приедете на полку, попьем шампанского, пополиваем зрителей. Супер сезон же. Еще один лиман спереди, поэтому я думаю, все будет нормально. Ты не расстраивайся, самое главное, жив-здоров. Руки-ноги на месте, а все остальное, я думаю, победу обязательно придет. Прошу. Конечно, сильно мучить молодого пилота после этой не самой простой для него гонки не хотелось. Тем более, мы все собравшиеся здесь, ровно как и мотивоз, переживаем, и поэтому подбирать слова не так просто. Поэтому мы решили поговорить с человеком, который, можно сказать, воспитал будущих чемпионов и знает молодых спортсменов с пеленок. Может быть, он как-то прокомментирует события прошедшей ночи. Ну, вы знаете, есть правило в автоспорте не делать, во-первых, поспешных выводов сразу и подождать, пока уляжется пыль. Сейчас, ну, в общем и целом, для меня очевидно, что это на 90% очевидно, что это была ошибка пилота, что называется, как в теннисе, невынужденная, да, ошибка у нас. Выводы, тем не менее, делать какие-то окончательные, пока мы не будем. Мы внимательно рассмотрим телеметрию, проанализируем все, что случилось, и после этого уже будем принимать какие-то окончательные, делать выводы и, соответственно, понимать, каким образом, что нужно сделать, чтобы это не повторилось. Ладно, отходим от грустной темы и отправляемся дальше. Хотел я вам вот еще что показать и рассказать. Возвращаясь к теме работы ТВ и фотогрупп на Лимане, мне удалось выхватить одного из своих коллег-фотографов, чтобы на его примере показать, как, из каких условиях. Впрочем, смотрите сами. Это суперчеловек Ваня. Он фотограф. Вы посмотрите, как он одет. Его можно спутать с гонщиком. Ваня, почему ты так одет? Это специальная одежда, которая дает право выхода на пифе. Фотографы во время 20,4 часа. А что это у тебя в руках? Это шлем, который защищает от ударов шин, пинков механиков и других механических повреждений, которыми подвержены фотографы во время этого опасного занятия. Надевай. Идем. Придешь работать. Я иду на трассу снимать последние заезды. Сейчас самое опасное время, когда гонщики наиболее устали и может что-то непредвиденно случиться на трассе. Случаются самые интересные столкновения и происшествия на трассе. Правильно я понимаю, что у тебя костюм амалогирован? Это вообще гоночный комбинезон, да? Да, это гоночный комбинезон. Каждый фотограф должен показать его во время аппетитации и только с помощью него есть доступ к выводу. Понятно. То есть, я правильно понимаю, что благодаря вот этому всему, всем браслетам ты вот реально здесь можешь все? Да, я могу практически все, кроме выхода непосредственно на само гоночное полкну. Понятно. А тебе разрешено снимать работу механиков, именно вот, когда они возятся с машинами в других командах, там, во всех. Да, разрешено входить во все боксы, кроме боксы класса LMP1. В ним туда доступ запрещен фотографам, потому что все секретно. Все, спасибо тебе, давай, удачи на службе, тебе туда, а нам обратно, мы тебя, считай, проводили. Вот такой вот у нас русский парень Ваня в гоночном комбинезоне ходит по боксам с фотокамерой и снимает то, что происходит здесь, на Лимане. Ну, а мы вернулись в пресс-дом команды СМП Рейсинг для того, чтобы побывать на промежуточной пресс-конференции экипажа, выступающего под номером 11. Но только Михаил Алешин и Виталий Петров собрались рассказывать о том, как непросто складывается для них гонка, как вдруг... Судя по всему, все. И вторая машина ЛМП-1, за рулем которой находился Дженсен Баттон, выступающий за СМП Рейсинг, сошлась дистанция. Все, спортпрототипов в самом мощном классе от команды СМП Рейсинг не осталось. И это за какой-то час до фигниша очень обидно. Это не очень. Понятное дело, что все мы расстроились из-за первой поломки, из-за аварии. Ну и, конечно же, сход, чего мы не ожидали под конец. Но скажу, что я был приятно удивлен в целом всей командой, потому что у нас было очень много технических проблем на тестах, тренировках, в Бельгии, как мы знаем. Но хочу сказать огромное спасибо той же команде и АРТ, которые проделывали просто колоссальную работу. Они, не знаю, выжили максимум из этой машины. И, ну, как видели, в принципе, она работала как в числе все время. Ну, буквально чуть-чуть нам не хватило доехать. Все это сказали, что уже это поломка мотора. Вот. Ну, мы будем еще разбираться. Невзирая ни на что, гонка для команды СМП Рейсинг в самом престижном классе ЛМП-1 сложилась не так плохо. Почему, спросите вы? А потому что, во-первых, команда показала свои острые зубы и доказала, что спортпрототипы БР-1 имеют в ДНК все необходимые слагаемые для успеха. Во-вторых, команде удалось с этой гонки собрать максимум информации, которая будет безумно полезна в следующих марафонских гонках. В-третьих, не будем забывать, что в этом суперсезоне будет еще один Лиман, и у команды будет шанс взять реванш. В-четвертых, до досадной ночной ошибки болид под номером 17 был быстрейшим спортпрототипом классической негибридной схемы, а это дорогого стоит. Фактически впереди были только спортпрототипы заводской команды Тойота, но представьте себе, что японская команда пытается выиграть Лиман уже не первый год, тогда как коллектив СМП Рейсинг на Лиман вывел фактически новый спортпрототип, разработанный с чистого листа и презентованный лишь в конце прошлого года. Подводя итог выступления, потенциал у команды есть. Нужна удача и информация, собранная с Лимана 2018 года, которая безусловно должна помочь в дальнейшем. Ну а я пошел встречать победителей. финальный круг гонки. Эмоции, уже люди готовы кричать, хлопать, аплодировать своим пилотам, но вот команда Тойота лидирует, но как мы знаем, может все, что угодно произойти. Несколько лет назад команда Тойота как-то другой от этого хорошо умерла, а я пришел посмотреть за финишем эфициарной гонки сюда, фаната. То, что началось дальше, просто не передать словами. Смотрите сами. Вот я решил вместе со зрителями побежать посмотреть подиум. Ну, бежать уже сил нет, хотя у кого-то, мне кажется, открылось второе, третье, четвертое дыхание. Сейчас пока стояли в очереди, так много народу, что один человек даже потерял сознание. Его пришлось отвезти к сотрудникам медицинской службы. Ну, а так, посмотрите, сотни, тысячи фанатов с флагами бегут туда, чтобы поприветствовать героев сегодняшнего Лимана. Ну, вот и все. Команда Тойота в этот раз доехала до финиша двумя машинами, заняв две трети подиума, с чем японцев, конечно же, можно поздравить. Заслужили. Фернандо Алонсо, который, безусловно, являлся самой обсуждаемой персоной гонки, наконец-то вспомнил вкус победы, который явно подзабыл. Стоит отметить экипажа СМФ Рейсинг под номером 35 в составе Виктора Шайтара, Харрисона Ньюи и Нормана Нато. Несмотря на трудности, им удалось финишировать сложнейшие гонки. Они завершили изнурительное соревнование на 12-м месте в классе ЛМП-2. Ну а сама гонка получилась очень яркой на события. И даже не хочется отсюда уезжать. Хочется, чтобы этот праздник, борьба и эта гонка продолжались бесконечно. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и нам пора прощаться. На этом мое знакомство с легендарной 24-часовой гонкой в Лимане подошло к концу. Я надеюсь, вам было интересно. Я сумел вам показать не только Лиман как гонку, но и как вообще фестиваль ежегодный, который собирает сотни тысяч зрителей. Но дальше будет еще интереснее. Поэтому оставайтесь с телеканалом Автоплюс. Все будет круто. Пока.